А я с Адвокасова посвящаю Дулату Агадил и пока еще казахстанскому народу. Спи, мой народ, не вздумай просыпаться, пусть горе входит снова в дом его. Он мог ходить, цинично улыбаться, гулять, играть, смотреть с семьей кино. Но встал с дивана, четко понимая, молчать нельзя, враг рядом, у ворот. Жену задвинул, деток обнимая, ушел он в бой. И с нами нет его. Соратники собрались, не забыли, теперь сидят в зинданах у врага. Диктатор не простил, и ежа с ними убили сына. В том твоя вина. Спи, мой народ, не вздумай просыпаться. Концлагерь, Казахстан, тюрьма и нищеброд. Спи, мой народ, пора, учи китайский, забудь. И сына нет, и родины его. Казахстан, тюрьма и нищеброд. Ай-пылдарын тюліп, барлық жағынан, қорғау жағынан, көмектесіп жүрген. Барлық Мендіғазиев меценатымызға қатысты. Қолдау пресс-конференциясын өткізгел жатырмыз. Саламы алейкум. Қазағы елден. Мен жахен намамедиды Макашвей. Поселок Шортанды Ахмолинской области. Сегодня мы хотим поддержать настоящего патриота, настоящего мецената, бизнесмена Барлықа Мендіғазиева. После того, как он начал оказывать помощь в оплачу штрафа активистам Казахстана и оказывать помощь семьям, семьям, которые остались безгармильцем по сфабрикованным делам в назарбаевских тюрмах, на его родственников, на его бизнес, который остался в Казахстане, компанию КИСЭС, было оказано мощнейшее давление со старинного режима. Барлық – это человек, который взял ответственность за будущее этой страны на себя, потому что он понимает, что у нашей страны нет будущего с этой властью. Я обращаюсь к властям Казахстана, к режиму бандитскому. Прочь руки от Барлықа Мендіғазиева. Хватит терроризировать честных людей. Барлық, мы с тобой. Также сегодня произошла трагедия в семье Дулата Агадилла. Я сегодня был там, в Талабкере. Убили сына Жамбулата. Совсем еще юный парень. Ему до 17 лет он только в этом году школу окончил. Я считаю, что это не случайно смерть, это убийство. Это не случайно убийство. И я обращаюсь к народу Казахстана. Это своим молчанием, мы становимся соучастниками всех преступлений, всех убийств, которые творит этот режим. Алгар Казахстан! В Казахстане творится такой беспредел, да? Казахстан, мы все видим, что творится беспредел, да? И не только ощущение беспредела, он дальше все хуже и хуже становится. Барн, всех активистов жить не дают. Барн, Касаватар. Всех на то пошло, у нас сейчас в данный момент Джамбулат убили. Сейчас он ровесник моего сына. Вот сейчас у меня сын, 17-й школу закончил, да? И он еще ребенок. И это ребенок, вот, его убили не зашты. Блестер, и он, не? Ахиес нольтерпитты. Енді, сел, вал, нене бола, мұрша, Казахстан, қош, шеверим, айбитпистыр. Ну, это же, ну, жаға, улыжымызнан барлықтайты батырмыз, сонда, джигиттер у нас, Казахстане, өте кемде-кемде. На бизнесмендер қосымайатыр. Ешкандай көмек жоқ. На бесендерге халық тұрып, ер адамдар көтеліп шығу керегеді. Абізде көбінесе айылдер шығады. Ер адамдарымыз қаяқтадың сұрақ бар. На Жамбулаттың убийствасада, мен, горько, нонады признацияты, не последние. Бұлтының алдының қанчадамыз өлп кетіпатыр. Ейіне барды, қандай балы екен бәріңіз көрдік. Бұлтының қандай екен білді көрдік бәріңіз. Бұлаттың қандай екен білді көрдіңіздер өздеріңіз. Таныға таны етіншіға сытыр бәріңіз. На бесфердел қалай тұқтатамыз не естейміз бұларды. Бұларды талап етеміз. Межнағырын сауыштысыға обращение жасабатырмыз. Просьба, что вы помогили, что вот, хотя бы, не трогали наших женщин, нас, как така, Кому надо обращаться, чтобы вот это все остановилось? Ладно, что-то еще как-то потерпим. Но женщин, стариков, детей, это уже, по-моему, высшее. Вот это правительство, которое мы не избирали, хотелось бы потребовать, чтобы они ушли, пока они не уйдут, по-моему, ничего хорошего не будет. Вот человека сейчас, мы сейчас, Балахтай, это вот рунц. А ты не знаешь, чего стоит? Это Балахтай, это редкое имя, да? Для всех, ты не знаешь, что сейчас на Белестер Магнас, да? Вот на этом преследовать это все. Вот, когда Казахстан, это 100%, 200% гарантия того, что у нас нет абсолютной демократии. Болмай, Джаха, народа, пока эти наверху не уйдут, вот эта вся власть, для которой не уйдет, ничего не изменится. Вот хотелось бы, чтобы какое-то изменение мне... Мы, мы, да, успеем, талабетим, да? Мне, честно говоря, в таком государстве, вот, киндер, она буквально говорит, Джанага, вот, бездаких, элитватор, наш флаг, элитватор, деп. Так, наш Назарбаев, тысячу раз хуже делал все это делать, только в Айвихею. Бурат, он просто только, Джанага, айзберт, машина на курсе такой. Бумбаршин такой. Хотелось бы на халты оятса, демократическим мерным путем постараться, вот это все поменять, и фриктик власти, чтобы нормальный адамдар кессим. Безын, Казахстан, да, это ахылды адамдар, это көп, билимды адамдар көп, елін тастап кеткаватыр, из-за этого режима, солар хайтик кесси еген деген норманды. И Жан-Булаттың нас деген түрлігіне билік жауап персе, а кесне да жауап перемет, баласын да жауап пермесе, не надо за юбки женщин прятаться. С тех пор, как я занялась гражданским активистом, по любой мелочи меня подвергают штрафам, и именно благодаря Барлыку мои штрафы были оплачены. Все наши жители Казахстана находятся в очень сложном финансовом положении, и мы очень благодарны Барлыку, который оказывает поддержку нам, активистам. В Казахстане очень много бизнесменов, и я еще кроме Барлыка не видела бизнесмена, который может вот так вот поддерживать активистов. Поэтому требую, чтобы прекратили репрессии Барлыка. А также сегодня мы узнали о том, что сын Дулата Агадил был убит. Я сразу хочу сказать, что я не верю в версии Азаттык и других провластных информационных каналов о том, что еще обстоятельства не были выяснены, а по всему интернету распространились статьи о том, что его якобы убили из-за девушки. Я не верю в это, потому что Жан Булат был единственным свидетелем того, как Булата Агадил уводили с дому, и он все время был в преследованиях. С тех пор, как его отца убили, его все время преследовали. На всю его семью оказывали давление. Я не верю, что он был убит случайно, и я требую расследования. Я еще требую расследования смерти Дулата Агадил, его отца и теперь сына. Дулата Агадил, нам всем известно, что он был убит, похищен с дому и убит в СИЗО, и его тело в синяках, побоях, со сломенными руками видели все казахстанцы. Но в то же время наш президент умудряется сообщать о том, что он умер от сердечного инфаркта. В сети ходит информация, якобы он был в алкогольном опьянении, поэтому у него остановилось сердце. Я требую прекратить этот беспредел. Хватит, люди, пожалуйста, терпеть эту лапшу на ушах. Пожалуйста, проснитесь, пожалуйста. Давайте больше не допускать смертей. Давайте беречь друг друга и бороться за нашу свободу, за наше светлое будущее. Я не знаю, что разбудит нашу страну, наших казахстанцев. Я уверена была, что после смерти Дулата народ восстанет, поднимется, и наконец-то мы свергнем эту диктатуру, но этого не случилось. Давайте сейчас пользоваться этой возможностью, пожалуйста. Теперь я хочу передать слово своей дочери. Я хочу передать слово своей дочери. Я 9 лет, я из Семей-Сити. Я смотрю на каналы и на YouTube. Я интересуюсь в политику, но я 9 лет. Я из Семей-Сити. Я из Семей-Сити. Я из Семей-Альтowo-Алико, объступаю. Ассалам алейкум. Меня зовут Медубай Бомбек. Алматы, Каласы, 58 жастамын. Казақын, елім, айтайын деген мұна біздің бейлікті отырғандак, бүкіл Казақ ұлтына, Казақ еліне тамырна балта шауатыр. Тамырна балта шапқаны мұнадан білгер болады. Асар, қайтқардыңыздың құқан оқыты, ас беру, біздің қазақ ұлтының салт дәстүрі. Сол салт дәстүрі барған ұлқыздарымызды, болысқан ұлқыздарымызды, құдалап, ұштығап, қамап, атып, ұлтырып ғатыр. Қазақтың салт дәстүріне балта шауатыр. Ол балта шауатырған Назарбаев, Мәсимов, Кім Токаев бар. Білікті отырған ұлғы жемқаулар. Бұл ғана бәрліға ағамыз айттығы, север әк қазақстан, қарияш ке қазақстан деп. Таза со қарияш ке қытайдын салтын алып кемекше біздің елімізге. Енді айтатын әші көп, сөйлейтін әзімді көп, солдықтан ұл ә这қтан әзімді әлизымедзі көп... шарияқтоқтан қазақады басақстан деп көп, әзімді қазақстандан қазақстанады, әзі саліғы жеріңсімді гілес, әзімді қарияқтан қазақстан. Эту конференцию мы делаем европейскому сообществу и правительству Казахстана. Для правительства Казахстана я хочу сказать, чтобы они убрали свои преступные руки от Барлыка Миндагазиева, медсената, единственного поддержки казахстанского активиста и правозащитников. Один Барлык Миндагазиев помогает активистам и гражданским активистам и правозащитникам Республики Казахстан в оплате всех штрафов. Не имеет значения от суммы, он все плотит и поддерживает руки прочь от Барлыка Миндагазиева. И я хотел бы сказать, что следствие велось открыто для всех смерти Джамбулата и Дулата Агадила. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемое международное сообщество. Эта видеоконференция сегодня идет в поддержку Барлыка Миндагазиева, который является гражданским активистом, правозащитником и медсенатом Республики Казахстан, который неоднократно помогал гражданским активистам заплатить штрафы, которые были незаконно наложены на гражданских активистов. Мы все знаем, что на днях был рейдерский захват Базарбаев-Скатухаевским бандитским режимом на его бизнес, который он когда-то создал и передал своим сотрудникам. Барлык Миндагазиев не является владельцем этого бизнеса, но все равно, зная об этом, зная о правозащитной деятельности и медсенатской деятельности, наш бандитский режим хотел перекрыть вот это все дело, то есть помощь нашим гражданским активистам. Я хотела бы сказать международному сообществу, чтобы они наложили персональные санкции на наш бандитский режим, то есть Тукаеву, Назарбаеву, Тимуру Кулебаеву, Кенесу Ракишеву и так далее, которые не дают нам свободы слова, не дают нам свободно выражаться, не дают нам свободно передвигаться по Казахстану. Они даже достают международных меценатов. Барлык Миндагазиева, который живет в Соединенных Штатах, достают его даже, чтобы он не занимался правозащитной деятельностью и медсенатской деятельностью. Я поддерживаю полностью Барлык Миндагазиева и хотел бы сказать руки прочь от единственного правозащитного человека, который занимается правозащитной организацией, единственного бизнесмена, который занимается медсенатской деятельностью, который помогает семьям политзаключенных и помогает гражданским активистам Республики Казахстан. Второе, сегодня была скорбная весть, что убили сына нашего Дулата Агадила, который был сам убит в СИЗО в феврале 2020 года. Убили сына Дулата Агадила. Я считаю, что его убили, это не простое убийство, это было убийство с политическим мотивом. Я требую от нашей власти тщательного расследования этого убийства. Я Досмамбетова Лязат из города Шымкента Республики Казахстан. Мен Токтарова Жаннар Түркістан облысынанның бүгінгі конференциямыз Барлық Менгдіғазиев Меценат, Барлық Менгдіғазиевті қолдау ретінде эфирге шығып отырмыз. Ол кісі жаңағымна Қазақстанда белсенділерге қайрымдылық көмегін көрсеткені үшін белік тарапынан қудалау басталды. Біз соны Бесенгділер қолдау ретінде шығып отырмыз. Біздің Қазақстандағы жағдай белгілі. Қазақстанда болып жатқан шыңдықта айтықылған жағдайда бәріліғы қудалауға түседі, өлтіріледі, түрімеге тоғытылады, сотталады. Осы жағдайларды көріп отырып, бізде отыр алмадық, Бесенгділік қатарына қосылдық. Менде, мысал, Дулат Ағадылдың асына бардым. Барғанен кейін, мені сотан кейін телефономынан тыңдап отырады, өкмет тарапынан. Сосын қай жерде жүргенімді аңдып отырады. Телефонымнан студентке тілкелген басындай. Мені дәл қазір конферензия қатысып отырмын, мені аңдып отырмын. Телефонымды өшіріп тастап, жетіп алған жерде жүргені. Қазақстанда жүрге демалуға мүмкіндік болмай қалды. Сондағы біздің айыпымыз, біз зангтыңдайтын тәтті қалық белсенділеріміз. Біздің айыпымыз тек на Қазақстандағы Қазақстанның экономикасы, Қазақстан өте қолдырауда. Солларды айтықанымыз үшін және репрессия жүріп жатыр, Қытай експансиясы басылып жатыр мене. Солларды айтханымыз үшін біз құталадамыз. Здравствуйте, казахстанцы. Мы сегодня собрались по поводу преследования нашими властями независимого предпринимателя мецената Барлыха Мендегазиева. В нашей стране следует отметить, вообще нет демократии. Власти одной рукой разрешают как будто на митинги, но в другой рукой они всячески закрывают дорогу активистам, пригарждая им возможность выехать на этот митинг. В нашей стране независимым предпринимателям закрывают возможность вести бизнес. Только вчера мы были свидетелями рейдерского захвата успешного предприятия, астанинской бизнесменки. Под предлогом, что у нас нет людей, которые могут успешно вести бизнес, к нам вводят иностранную частью это китайские предприниматели. Мы против китайской экспансии. Мы против того, чтобы преследовали единственного независимого предпринимателя, который оказывает меценатские гражданским активистам Казахстана. Мы против преследования Барлыка Мендегазиева. Каждый раз незаконимаем то, что они экспансия о гибели Жанбалата Агадзила. Ни для кого из нас нет ни секрет, что это было подготовленное убийство. Мы требуем самого тщательного разбора и расследования этого дела. Мы просим международные правозащитные организации, Конгресс США, Европарламент обратить внимание на регулярное, систематическое и беззастенчивое нарушение прав человека в Казахстане. Мы требуем прекратить преследование независимого предпринимателя и мецената Барлыка Мендегазиева. Жакупова Жебекану Арбековна, город Павлодар. Я возмущена сегодняшними новостями. Эти новости обрушились один за другим на весь Казахстан. И именно на активистов. Барлык. Человек, который помогает людям. И его компанию захватили, рейдерским захватом. И нацеленно захватили его. И траурная весть, которая пришла следом за ним. Это тоже санкционированная, преступная. Вот нельзя сказать по-другому. Акция. Убив отца, власти, по-моему, забыли о том, что есть народ. Народ, который может стать отцом и матерью для этих детей. Вас что задело? Задело то, что народ как с крылом окружил эту семью. И вы решили отомстить своему народу тем, что убили 17-летнего ребенка. То, что в рейдер Я Кали Иванар Игинбаевна. Город семей. Я мать, я бабушка. И неспроста я сижу притоголовой. Это мой шаг отчаяния от беспредела, творящегося в республике Казахстан. Наша онлайн-конференция была изначально посвящена против репрессии Барлыка Минагазиева. Только в моей семье он оплатил 823 доллара. Вот. Я Кали Иванар 288 и Игинбаева Кирбес 534 тысяч доллара. Долларов США. Не считая других семей, которые помог Барлык. Я требовала смены режима, но не больше. Когда Барлык платил деньги в бюджет страны, его почему-то не преследовали. А теперь, когда он помогает активистам, начали репрессировать его друзей и родственников. Руки прочь от Барлыка Минагазиева. Нас, граждан Казахстана, которые требуют перемен, постигла трагедия. У нас горе. Убит Жамбулат Агадель, сын народного активиста Батыра Дулат Агадель. Сколько может продолжаться этот беспредел? Народ, неужели вы думаете, что мы хотим большего? Мы хотим перемен, чтобы не умирал невинный народ. Одумайтесь. Молчание – знак согласия. Впредь я не молчала и не собираюсь молчать. Нас ожидает Синьцзянь, будущий Китай. Мои слова переведет Диар. I am a law-beating citizen of the Republic of Kazakhstan. Калиева Аннар from Simei City. I am a mother. I am a grandmother. There is a reason why I sit here with a skinhead. This is my step of desperation from a lawlessness that is happening in Kazakhstan. Our online conference was originally dedicated to fight against the repressions of Barlık Минагазиев. In my family alone, he paid 863 U.S. dollars in fines, not counting other families that Barlık helped. I demanded only regime change, nothing else. When Barlık paid money to the country budget, for some reason, he wasn't persecuted. And now, when he helps activists, they began to repress his friends and relatives. Hands off, Barlık Минагазиев. We, the citizens of Kazakhstan, who are demanding changes, have suffered a tragedy. Жамбулат Агадил was killed. Some of the people's butter and activists, Булат Агадил. How long can this lawlessness last? People, do you think we want more? We want changes, so that innocent people won't die. Come to your senses. Silence is sign of agreement. I wasn't silent, and I will not be silent ever again. Xinzhan is waiting for us. Xinzhan is waiting for us. Xinzhan is waiting for us. He is waiting for us. He is trying to fabricate his deal and turn it into判断. So, let's go away from Barlaka. In the meantime, we have suffered a tough loss. Today, he is missing son of a son of a Shambulat. И все его убийство навлекает массу подозрений на правоохранительные органы. Поэтому я требую отставки Тухаева, требую введения санкций в отношении круга Назарбаева, его близких. И поэтому прошу оставаться всех небезразличными, руки прочь от барлыка, отставки Тухаева. Продолжение следует... 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 Я гражданин Республики Казахстан, Зульфия Садуакас, с Восточно-Казахстанского область города Зайсан. Сегодняшнюю ситуацию в Казахстане можно расценивать как открытую войну, которую объявил Назарбаевско-Талкаевский режим против собственного народа. Иначе это уже никак нельзя назвать. Это происходит накануне выборов в парламент. Все последние события можно расценивать как акт устрашения собственного народа. Мы, гражданское общество Казахстана, глубоко возмущены политическим преследованием Барлыка Миндагазива. Барлык Миндагазив – это человек с активной гражданской позицией. Человек, который оказывает огромную финансовую помощь, правозащитную помощь гражданскому обществу. Мы хотели бы точно так же в его лице видеть бизнесменов нашей страны, которые смогли бы поддержать наше общество. Лично хочу выразить огромную благодарность. То, что делает Барлык Миндагазив – это великое дело. Делать должен был делать каждый бизнесмен нашей страны. Сегодня репрессивная машина уже не знает границ. Мы потеряли сегодня еще одного гражданина, непростого человека Жанбулата Агадилова, сына Булата Агадила. Это можно расценивать как политическое убийство. Жанбулата Агадил являлся свидетелем, единственным свидетелем по делу убитого отца Жанбулата Агадила. Мы расценим это как политическое убийство. Мы требуем международного расследования этого дела, потому что народ Казахстана не верит, что это дело будет непредвзято расследовано в нашей стране. Так как уже сегодня тысячи троллей в соцсетях уже рассказывают, как обычное убийство Жанбулата. Что еще хочу сказать? Я хочу призвать народ Казахстана объединиться. Хочу призвать, чтобы сплотился как народ Белоруссии. Народ Белоруссии на сегодняшний день создал огромный фонд поддержки гражданского общества, потому что сегодня активисты, которые борются за наше будущее, за будущие страны, они подвергаются преследованиям во всех сферах. И особенно нужна финансовая поддержка. И народ должен сплотиться. Хочу сказать руки прочь от барлыка Медагазива. Хочу сказать Алга Казахстан. Здравствуйте всем, активисты, здравствуйте. Мы активисты и правозащитники Республики Казахстан. Я житель села Баэты Кибасутского района. Я обращаюсь к депутатам Европарламента, сотрудникам ОБСЕ, также особенно сотрудникам ООН. Так как бывший ваш сотрудник, господин Токаев, полностью нарушает наши права конституционные. Я думаю, это позор для ООН. Прошу обратить внимание. Так как он всем говорит о слышащем государстве, а он ничего про нас не слышит и слышать не хочет. Постоянно нарушает наши права. Сегодня мы узнали весь такую, что Джамбулата Агадила убили. И это убийство, я думаю, совершили наши правоохранительные органы. Так как ведет постоянно преследование на семью Агадила. И сегодня это они сделали, доказали, что они готовы на все идти. Вплоть до устранения активистов, вплоть до устранения детей. Им безразлично. До того надо посмотреть, как разговаривают сотрудники нашей полиции. Как бывшие уркаганы, как бандиты. Их не лексикон. Я сам не раз был задержан. И сидя у них в кабинетах, я слышу, как они между собой общаются. Общаются они чисто сленгом, бандитским сленгом. Они до того уже... У нас перевернулось все. Если евродепутаты, сотрудники ООН, ОБСЕ не хотят очередную горячую точку, как Азербайджан и Армения, как Сирия, прошу обратить внимание на Казахстан. Идет жесткое преследование правозащитников и активистов. Постоянно идет давление. Мы не можем говорить свободно. Мы не умеем, не можем действовать. Доказательство я сейчас буквально... Если вы зайдете чуть позже на страницу в Facebook, Жамалиева Асель, это моя супруга, я сниму прямой эфир. В данное время идет слежка надо мной. Стоит две машины Нива и опять 14-я модель. Белая машина, это опять же наш участковый Самат Мырзатаев, по-моему, фамилия у него. В данное время они стоят и ждут, так как, чтобы я не попал, не поехал на похороны в Чамбулу-Тагадилу. А я собираюсь туда. Активисты Айтаэнди-семь, мы надо Айтаэнди-гэм, джектер, уже идет слежка, давление бзге. Айтаэнди-гэм, кэм баралмай, джеталмай талапкерге, мешетке барыныздар. Мешетте карантин жоқ. Они же адобрыл, адкрылежи, мешетке барыныздар. Мешетте хуран отказындар. Сожелдерге джиналайк, мешетке барайк, кэм джеталмайтын талапкерге, баралмайтын джектерге. Сонда, сонус, дейси оттаки, сонда абидин ацетик. Сонда, сонда, сонды, сонда, 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 жеркен, имам дарга, кэстерн о'нашайка, джеткзік. Бізде никто не защищен. Ни бизнесмен, ни простой рабочий, ни сельский житель, ни городской житель. У нас никто не защищен. У нас всегда на нас идет давление. У нас нет права слова, свободного слова. Вообще нет демократии. У нас бардак. Я Ахманова Гумира Булатовна, житель города Алматы. В сегодняшнем выступлении я участвую, потому что я из-за того, что я поддерживаю и защищаю права единственного мецената в Казахстане, Берлик Миндагалиев. В первую очередь я хочу его поблагодарить и сказать, что он достойный сын своего великого народа, даже не находясь в Америке, не побоялся режима, не потерял свою человечность, помогал активистам, выплачивал большие штрафы. Что самое удивительное, когда он оплачивал огромные суммы, власть на это смотрела нормально, глаза закрывала, это было хорошо. А как только он стал помогать активистам, он стал представлять угрозу, получается, да, и лишний раз наша власть показывает свое истинное лицо. Сразу же пошел рейдерский захват, хотели подставить его брата, подложили наркотики. Этим наша власть показывает, что она в любой момент любого человека может подставить, у любого человека может забрать бизнес, любого человека убить, не то что преследовать. Сегодня для Казахстана очень тяжелый день, раурный день. Убит сын нашего активиста Дулата Гадил, Жан-Булат. Я думаю, эта смерть не случайна, и выбрали именно его. Почему? Потому что все казахстанцы знают сына Дулата Гадил. Он единственный свидетель, который знает на лицо и знает все факты убийства своего отца. И в-третьих, его и его семью знают все казахстанцы. Убив Дулата Гадил, они получали 100 активистов. Убив сына, они сейчас получают тысячи, миллионы. Невозможно всех убить. Невозможно всех затравить. Невозможно всех заткнуть. Я выражаю протест. Прекратите преследовать активистов. Прекратите убивать детей. Вы уже дошли до детей. Мое восточное воспитание не позволяет мне выражаться очень плохо. Я не могу материться. Но у меня других слов нет. Те люди, которые пошли на убийство Жан Булата, это не люди. У меня просто других слов нет. Я мать. Любая мать защищает своих детей. Любая мать идет на такие поступки не потому, что им делать нечего. Не потому, что они хотят показать, как говорится, звездиться, да, или там светиться, или сделать свое имя. Потому что наше государство само, само нас заставляет заниматься политикой. Куда ни посмотри, куда ни глянь, у нас везде, везде довели все до нуля. Куда ни посмотри, сфера образования, или медицина, или обслуживание, да. Если об этом говорить, можно много говорить. Но я в сегодняшнем челлендже требую руки прочь от Берлик Мендагалиева. Руки прочь от наших активистов. И тем более руки прочь от наших детей. Я с адвокатом Айя, гражданский активист в городе Степногорск. Хочу выразить соболезнования Гульнарика Сымхановой в связи с потерей ее сына и Гульбара Шапай в связи с потерей ее внука. Мы в шоке. Все гражданское общество в шоке от того, что происходит. Но ждать от преступного режима других действий невозможно, потому что этот режим не жалеет даже собственного ребенка, когда убил Айсултана Назарбаева в Лондоне. Сегодня я получила ответ от Международного финансового центра Астана, что они не будут рассматривать мои спорные вопросы по земле и по залогам. Это означает, что в Великобритании сидят коррумпированные чиновники, коррумпированные политики, которые каким-то образом защищают права и коррупционную власть в Казахстане. Вкратце скажу, что меня как предпринимателя на меня давят и используют как политическое давление, заставляя вернуть все кредиты вне срока и даже несмотря на то, что происходит пандемия. Я обращаюсь через площадку Twitter ко всем политикам Великобритании, потому что именно оттуда вижу коррупционные щупальца нашей страны, которые не дают нам здесь жить спокойно, создают какие-то организации, где отмывают деньги. В этой международном финансовом центре Астана находятся и Тукаев, и Мамин, и все министры, что вообще спорно, почему люди, государственные мужи, чиновники участвуют в таких махинациях. Во-вторых, я хочу выразить большую поддержку Барлыку Миндагазиеву, потому что он, несмотря на то, что живет в демократической стране, не может спокойно относиться к тому, что происходит в Казахстане. Почему я считаю, что правительство давит и на Барлыку Миндагазиева, и на семью Дулата Агадил? Потому что эти два дела очень резонансные. Эти два дела говорят о том, что Казахстан давно коррумпирован. И вот эту картинку, которую нарисовал Казахстан для международного сообщества о существующей якобы Татья, о каком-то слышащем государстве, вот эти два дела очень резонансно показывают Ференции. И еще раз прошу, народ Казахстана, просыпайтесь. Это наша жизнь, это наша страна, это наша земля. И что будет дальше с нами? Будем мы в концлагере Китая, будем мы Казахстаном, но жить в концлагере, в тюрьме – это решать вам. Если вы не боитесь, если вы хотите что-то еще сказать, если перестанете занимать позицию страуса, когда вы прячете свою голову в песок, вы не понимаете, что вы оставляете кое-какие места открытыми, и для чего вы это делаете? Перестанете бояться. Выходите, Гульнара Касимхановна, переживайте вторую трагедию. Вы просто примите эту трагедию близко к своему сердцу. Поймите, что она потеряла мужа, а теперь теряет ребенка. И все потому, что народ Казахстана молчит. Просыпайтесь, не молчите. Завтра будет поздно. Хосин Вдарун, Павлодарская область, БНУ. Инициатор инициативной группы в Остандах. Что касаемо запланированным вопросам, у нас вопрос стоял о меценате, бизнесмене Барлухе Миндагази. Что о нем могу сказать? Это, можно сказать, патриот и единственный бизнесмен, который сочувствовал своим гражданам, соотечественникам и помогал с оплатой штрафов и помогал семьям политзаключенных. Хотел бы сказать о его защите, что требует прекратить преследование его. Второй вопрос сегодня буквально возник. С фейсбука получил новость, что получилось горе. Потому что одним ударом сразить наповал и прямо в сердце тоже наводит на некоторые подозрения. Я требую, чтобы расследование велось открыто и не предвзято. Требую, чтобы привлекали иностранных специалистов. Потому что наши могут отработать недобросовестно и в чьих-то интересах. Я хочу поблагодарить Барлыка Миндагазиева за большую поддержку активистам. Это неоценимая помощь. И одновременно хочу обратиться ко всему мировому сообществу, депутатам Европарламента, ООН, Конгрессу США, оказать поддержку Барлыкову Миндагазиеву, который преследует власть Казахстана за его гражданскую позицию. Хочется надеяться, что США смогут его защитить. Потому что мы беспокоимся за жизнь Барлыка Миндагазиева. Я час назад только была в Талаткир. Я безутешна мать, бабушка. Самое обидное, что и самое больное, это то, что нет в наших руках. Мы ничем не можем помочь этим женщинам, которые еще не оправились от гибели Дулата Гадила. Я вот хочу обратиться к нашим казахстанцам, которые говорят «Тауба, и у нас мирно», которые говорят «Да нет, у нас не мирно». В Казахстане не мирно. В Казахстане идет необъявленная война против своего народа. Мы каждый месяц кого-нибудь теряем вполне здоровых людей, только которые за то, что осмелились сказать свою позицию, выразить свою позицию. Теперь дошло дело до наших детей. В чем тогда смысл нашей жизни? Казахстанцы, примите эту боль матери и бабушки. Мы не должны так сидеть молча, мы не должны привыкать к этому террору. Это очень больно, это очень страшно. Я обращаюсь к мировому сообществу, обратить внимание на репрессии, происходящие в Казахстане. Спасибо. Это была с адвокатской усилий, город Астана. Да, Олежа Купова, город Астана, правозащитница, правозащитное движение «Веритас». В первую очередь я хочу потребовать от наших властей действительно прекратить преследование и руки прочь от Барлыка Мендагазиева. Мы очень благодарны Барлыку за его поддержку нашего благотворительной акции «Асара», которую мы, пять женщин правозащитного движения «Веритас», хотели провести 17-18 октября, 24-25 октября вместе с нашими волонтерами, в том числе по разным городам Казахстана. Но, увы, власть у нас боится даже обычного «Асара», то есть сбора гуманитарной помощи и направляет на нас, на всех. Вот по Астане вы, возможно, видели, это более 100 человек, различных там, мы говорим, полицейских, КНБ, СОБР и так далее. Мы знаем, что Барлык Мендагазиев не смог пройти мимо того варварского поступка, который на одном из наших дней «Асара» провел подполковник, начальник МПС «Астаны» Тахир Толканович Абдрахманов на глазах шестилетнего ребенка Алиши Алимжановой разорвал детские рисунки. Ребенок, который, доча нашей активистки Альжана Алимжановой, первоклассница, шестилетняя девочка принесла свои рисунки, нарисовав, для того, чтобы мы продали и собрали какую-то копейку в помощь, поддержку семьям, детям, женам, наших политзаключенных и политпреследуемых. То есть вот такое у нас слышащее государство и такая демократия у нас происходит на сегодня в Казахстане. И я хочу обратиться к нашим предпринимателям казахстанским, малого и среднего бизнеса. Вы сами прекрасно видите, насколько серьезно и сложное ваше состояние и положение. Если вы полагаете, что вы отсидитесь, отмолчитесь и что-то надеетесь, то зря, очень зря. И сейчас нельзя молчать и быть равнодушными буквально никому. Сегодня действительно этот день, 11 ноября, еще один удар. Удар по сердцу любого нормального, адекватного, здорового человека, нормальной психики, потому что это ненормально. Убийство наших детей, а это действительно политическое убийство. Любому адекватному человеку это понятно. Вы видели, что они сделали 17-летним ребенком Жанбулатом Агадил. Мы были Талабкери. До этого, когда мы находились в Сараркинском, там, управление полиции, в морге, за нами постоянно были только слежки со стороны полицейских, КНБ, у нас были готовы автозаки, сотрудники СОБР. Это о чем говорит? В какой стране мы с вами живем, казахстанцы? Как вас может, как можно это терпеть, как долго можно это терпеть? Очнитесь, проснитесь, потому что мы с вами, только мы с вами можем сделать страну другой. Да, мы сегодня потрясены новостью, что убили сына Адулата Агадиля, молодого 17-летнего, только начинающего жить, Жанбулата. Мы все его прекрасно знали, все любили. И весь казахстанский народ помогал этой семье. и власть может, хотела устрашить народ, но нельзя прощать эту смерть Жанбулата. Я выражаю искренние соболезнования его матери, бабушке и всем казахстанцам. И вот меценат, правозащитник, человек с большим сердцем, думающий о будущем своей страны, барлак Мендагазиев стал преследоваться этой преступной властью. Эта власть переходит все границы, она заставляет нас, людей мирных, встать на защиту таких людей. и я прошу всех бизнесменов, всех бизнесменов, которые могут быть такими, как барлак, присоединиться, не быть равнодушными к судьбе своей страны, своей родины. Если мы будем молчать, то мы все уйдем, и у нас не будет родины, у нас не будет земли, и все богатства, которые вы сейчас имеете, это все пропадет. Меня зовут Дана Рахмет, я из города Астана. Требуем прекратить преследование мецената Барлыка Миндагазиева, человека, который к политике в общем-то отношения не имеет, просто человек неравнодушный, и, видя всю несправедливость и все, что творится в Казахстане, просто стал помогать гражданским активистам. За то, что имеет он возможность просто помогать, и за это его преследуют. Требуем прекратить преследование. Это он бизнесмен, он имеет возможность помогать, и он как хочет, так и имеет право поступать со своим заработком. Это власти воруют наши деньги, наши народные деньги. Это только крысы могут воровать у своего бедствующего народа, а бизнесмен, он имеет право тратить туда, куда он захочет. Требую прекратить преследование. Руки прочь от барлыка. Приношу, конечно, свои извинения и соболезнования с большой потерей для нас, с потерей активиста, сына Дулата Агадила, Жамбулата Агадила. Это для нас стало тяжелой утратой. Это даже невозможно поверить. До сих пор сидим все в шоке. Как могло такое случиться с несовершеннолетним ребенком? Это ясно, понятно, что это политическое убийство. Я не побоюсь этого слова, что это убийство. Я обращаюсь ООН, ОБСЕ, ко всем евродепутатам. Сколько вам нужно смертей, чтобы вы обратили на нас внимание, на отчаяние народа Казахстана? Сколько вам надо народу, чтобы мы вышли? Казахстан огромная страна, и нас очень мало, и мы не можем собраться, как в Белоруссии или еще там где-то. Но мы гражданские активисты. Я даже активистом себя мне тяжело назвать. Я добропорядочный гражданин своей страны. Мне просто не нравится то, что творится у нас в стране, и всего лишь за это нас преследуют. Есть посольства каждой страны у нас в Казахстане. Они что, слепые, что ли? Они не видят, что у нас творится в Казахстане, какие нам еще нужны доказательства, чтобы они посмотрели, обратили на нас внимание, куда ведет нас в Казахстане, и этот так называемый Ельбасы, куда он в страну ведет, в бездну он ведет нас. Мы просим, мы требуем обратить внимание на наше чаяние, на наше жуткое положение. Здравствуйте, меня зовут Жван Клеген, я гордость семей, у нас движение правозащитная Ельба есть, вот его представитель. Так, что я скажу, сегодня у нас была эта встреча была насчет Баруко, это получается единственный человек, который спасает как бы казахстанскую демократию и получается наши права. Обращаюсь к всем бизнесменам, так как если загубят вообще все это движение демократического активистов, то придут иностранные инвесторы займут ваши места и это будут китайские никому не секрет и соответственно вас сместят вот всему бизнесу и обращают чтобы вы остались у дела как бы помогать оппозиции. Далее сегодня у нас была жуткая новость убили сына активиста Дулата Агадила который тоже был убит в феврале месяце. Ну что я скажу вы думаете и обращение получается всем этим шикарщикам тем которые в стороне которые хотят чтобы их обошло стороной им обращаюсь что у вас сейчас есть у вас сейчас есть у вас точнее нет медицины это получается у вас нет здоровья что-то случится как бы вы не жильцы у вас нет образования у вас если нет образования значит у вас нет будущего а что вас ждет вас ждет Синьцзянь когда вы будете все в политических лагерях ничего не можете сказать свою защиту и соответственно жизнь в тюрьме полицейское государство которое сейчас есть которое наглым образом действует каждое каждое преступление несправедливость они просто находят какие-то уживые причины и закрывают все дела находят уживые статьи вешают это на гражданских активистов на оппозиционеров и соответственно так подавляют весь гражданский народ оставляет у вас шикурщиков которые будут жить в Синьцзяне Асьян Варовна Иванова город семей восточно-казахстанская область страшные времена наступили дежавю такое ощущение что вернулся вернулся 37-й год во время сталинских репрессий когда вот это перемалывало всех нормальных людей свободолюбивых государственная безжалостная машина точно такое же время у нас наступило в Казахстане преследуют независимых активистов свободолюбивых убивают пытают бросают тюрьмы постоянный прессинг пример в феврале был убит независимый активист Дулат Агадил а сегодня пришла страшная вещь весть я до сих пор не могу отойти от шока что убит его 17-летний сын Жан-Дулат Агадил представьте себе это такое ощущение что это убийство было специально свежесировано и спровоцировано потому что точно единственный удар может нанести только профессионал мы-то эту конференцию эту хотели посвятить Барлыка Миндегазиева вот его начали прессовать это свободный бизнесмен живущий даже не в Казахстане а в Америке он проявил как говорится милосердие и чувство ответственности у него развито гражданское чувство он помогал нашим активистам выпутываться из сетей вот из этих сетей вот которыми опутал весь Казахстан режим этот диктатор теперь конформисты вот вы сидящие молчите ждете что за вас как говорится все сделают почему вы сидите на диванах и молчите почему вы не возмущаете убивают пытают бросают тюрьмы просто так преследуют даже меня мне 72 года постоянно на хвосте висят правоохранительные органы на сленге скажу менты КНБ и прочее а почему вы молчите а чего вы ждете вы ждете чтобы Казахстан исчез карты геополитической что ли ладно международные мы они нам могут это там вынести определение и так далее но помочь они же не имеют право наши внутренние дела мешают конференциямыз барлық мен дега 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 барлық бизнес байлар болсын каскерлер осы кисы дега алу берек адамдарды көрмем издеп осындай бай болмаса да осылыш жилар өз 300 мүнгнан аса ай ай сай олар 5-10 ман жіберуге шамалар келет оңдай ешқандай көрмеміз оңдай адамдарды өзіміз жұмыстада айтсақ бастарын алағашыд негізі енді бүгін ол туралы кеше пост жазғам әргін өзінің үлесің қосалады үйткен олардыңда ертен бизнестер құлау мүмкін азаматтық қоғам адамдар бізде көп болу мен аты жөнінді айтпап мүмсимей үлі ұшықпай еға екінші жағдай жағдай жаған бүгін қарауға бар келіп отыр талап кергеді барып қайттық бірер сағатқа әрине үшінді жаға кісілерінің айтып отқандарды өзімде солдағы датсеттім бірден асия бакаева астана да да вот присоединяюсь голос к тем кто требует прекратить репрессии против барлыка Мендагазеева против его коллег его родственников так как я еще хочу выразить ему благодарность потому что за оплаченные штрафы мои потому что сумма штрафов моих где-то подходит где-то к полторы тысячи долларам я считаю что такие люди благодаря им в мире существует демократия существует свобода слова существует справедливость если таких людей подавлять то будет на свете вот такие диктаторские режимы рождаться и процветать поэтому прошу конгресс США европарламент ОБСЕ обратить внимание на ужасающее положение в Казахстане с правами человека потому что мы уже Туркменистан я думаю догнали у нас тут впереди Корея ожидает поэтому мы я говорю присоединяясь голос к тем и выражая ему благодарность Мендагазиеву вот благодаря таким людям мир держится вот кроме того я знаете сегодня вы действительно уже как все говорят об этом страшном событии сегодня произошедшем ну что сказать знаете уже слов нету уже все сказано просто власть хочет сказать она не жалеет своих детей она тем более хочет сказать что ради власти ради богатства их наживы и не детей не взрослых и она будет только закручивать и закручивать вот эти политические гайки репрессии ну мен өзі бүгін семьял жағдаймен бірек күнден бері фейсбук кірмеже күндердім жаңа кешкісін кірсем өзің жағдай дестіп есен күре отқан жағдайм отырды жаңа Дулат Ағділдің баласы Жамбулат баламыздың осында бір қайғыл қазаға 10 ноября 20-го года убили сына Дулата Ағадиль Жамбулата Ағадиль которому не исполнилось еще даже 18 лет он был главным свидетелем в деле отца своего Дулата Ағадиль если мы раньше говорили что активистов оштрафовали арестовали и преследуют теперь мы уже последнее время начали говорить о том что идет рейдерские захваты подкидывают наркотики и убивают травят газом вы что народ ждете когда всех активистов по одному переубивают это для тех кто говорят что мы хотим войны так вы поймите что если всех активистов по одному уничтожат вас всех молчаливых можно и без войны хоть что угодно с вами сделать потому что вы и так боитесь что-то написать что-то сказать что-то лайкнуть даже и даже подписаться по-моему и вот это вот ботаферма нурботовская которая пишет всякие гадости я не знаю может вы атеисты никому не верите у вас нет ничего святого но у вас же наверное есть родные дети есть родители близкие хотя бы на горе народа не зарабатывайте деньги я понимаю что вы эти комментарии за деньги пишете но можете хотя бы на этом горе не зарабатывать и не писать всякие гадости я уверена если бы что Дулат Агадил пил или же Жамбулат Агадил пил и где-то вел какой-то образ жизни то об этом уже давно вынесли бы вынесли бы на все общее обозрение и на видео бы сняли и аудио сделали да уже давно бы уже соцсети вы вынесли смерть Жамбулата Агадил по мне напоминает смерть свидетеля Александра Баженко в Жану-Зене и это точно не случайность и барлык Миндагазиев который сейчас подвергается всякому ревизорскому захвату и подвергается преднам и психологическим и поддержать правозащитника Абайбека Салматы которого пытались отравить газом требую отставки кровавого правительства Адольф Гитлер жив в лице наших власть имущих Здравствуйте меня зовут Айбуля Ахперда Манисталовская область в городе Актал мы гражданские активисты вынуждены просить поддержку у мирового сообщества и мы вынуждены проводить конференцию в режиме онлайн для нас очень важна поддержка демократических стран так как мы гражданские мирные активисты Казахстана хотим избавиться от нынешнего тоталитарного режима диктаторского режима я хочу сделать свое обращение в поддержку Банта Миногазиева это независимый предприниматель меценат правозащитник который всеми силами поддерживает всех активистов постами тем более оплачивает наши штрафы которые нам не посильны потому что всех активистов блокируют мы не можем даже выйти на работу так как нас увольняют во всяческие перекрывают нам воздух нам наложили непосильные штрафы благодаря Банту Миногазиеву это наш меценат правозащитник независимый предприниматель который тоже на него тоже оказывает давление благодаря ему мы смогли оплатить наши штрафы я хочу чтобы наш режим прекратил наконец преследовать Банка Миногазиева а также других активистов а также сегодня мы получили горькое известие о смерти Жамбулата Гадель это сын Дулата Гадель убиенного который был убит в СИЗО и мы хотим чтобы провели независимое расследование открытое расследование чтобы мы знали чтобы нам показали убийцу потому что мы не верим провластным СМИ то есть провластным органам которые нам заявляют что из якобы Жамбулата Гадель был убит во время драки нет мы гражданские активисты уверены что это был политический заказ что именно Жамбулата Гаделя убили потому что он был единственным свидетелем смерти своего отца потому что он видел как уводили его отца он видел преступников он знал состояние отца потому что наш режим утверждает что Улат Гадель умер от сердечного приступа и был алкогольным опьянением но мы гражданские активисты знаем нашего убиена Дулата Гадель как порядочного адекватного хорошего человека который не употребляет алкоголь и на этом все прошу обратить внимание прошу обратить свой взвор взор на наш на наши крики душевные всем спасибо так уважаемые активисты мы всех благодарим за участие в сегодняшней онлайн конференции все все высказались я так понял все что хотели сказать первая онлайн конференция собрала у нас 20 человек онлайна сегодня у нас было в пиковые когда все зашли и не было проблем с интернетом 53 человека я надеюсь в следующий раз нас теперь будет 100 и каждым разом мы будем увеличивать количество активистов и неравнодушных людей благодарю всех за внимание и за участие всего вам доброго до свидания и пока еще казахстанскому народу автор с адвокатства ая спи мой народ не вздумай просыпаться пусть горе входит снова в дом его он мог ходить цинично улыбаться гулять играть смотреть с семьей кино но встал с дивана четко понимая молчать нельзя враг рядом у ворот жену задвинул деток обнимая ушел он в бой и с нами нет его соратники собрались не забыли теперь сидят в зинданах у врага диктатор не простил и ежи с ними убили сына в том твоя вина спи мой народ не вздумай просыпаться концлагерь Казахстан тюрьма и нищеброд спи мой народ пора учи китайский забудь и сына нет и родины его шоу судно на и сломен потенциаль сломен 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 и сломен Продолжение следует...